В нашу студию уже внесены баяны, и я представляю наших сегодняшних утренних гостей. У нас виртуозы баяна, шоу-группа «Баян Позитив». В гостях. Здравствуйте, ребята. Доброе утро. Ну, первый вопрос у меня будет такой. Считаете ли вы себя россиянами? И как вот вы думаете, какие качества присущи русскому человеку? Что его отличает от иностранца? Кто начнет? Ну, давайте, раз я ближе сижу, я начну тогда. Ну, конечно же, мы считаем себя россиянами. Мы здесь родились, это наша Родина. Но отличительные черты, я думаю, все знают. Первая отличительная черта – это широкая русская душа, доброта, наша открытость. Несмотря ни на что, россияне всегда открыты, всегда очень приветливы, гостеприимны. Несмотря ни на какие другие факторы, я думаю, это нас очень сильно отличает от многих других. Это самое главное. Ну, а мы как Динар, Павел? Ну, согласны. Мы тоже, да, считаем себя патриотами, потому что, мне кажется, русский человек, он отличается каким-то особым патриотизмом, какой-то особенной любовью к Родине, к ее красотам, вот мне кажется. И пропагандирует, как в данном случае вы, да? Почему не гитара, а почему именно баян? Вы знаете, у меня вся семья музыкальная, и дедушка, и мама, и так случилось, что дед был и скрипачом, и баянистом. И в 6 лет как-то раз я взял дедушкину гармошку, вот, и родители обратили внимание, что, в принципе, у меня все очень хорошо получается. И поэтому однажды, когда пошли на базар, они увидели старенького дедушку, который продает баян, и решили, что это знак, купили его, принесли. И таким образом я начал изучать этот инструмент, поступил в музыкальную школу, и все понеслось. Но коллеги ваши? Ну, у нас примерно схожая история, мы все с раннего детства начинали играть на инструментах. У меня тоже дедушка играл на гармошке, глядя на него, мне очень сильно захотелось, и в 6 лет я взял, практически самостоятельно, ну, с помощью деда, конечно, освоил. Потом лет 8, по-моему, я пошел в музыкальную школу, уже, так как гармошки не было, как инструменты, не преподают ее в школах, меня взяли на баян, и вот пошло дело. У меня отец профессиональный музыкант, закончил наше музыкальное училище, тоже по классу баяна, и вот, как он мне рассказывает, что я когда был совсем маленький, когда мне было 3 годика, у нас дома был небольшой баян, и папа говорит, что он отлучился буквально там на кухню, возвращается, я взял этот баян в руки и начал что-то какие-то, что-то перебирать по кнопкам, что-то подбирать, ну, и он понял, что это знак, и как бы отдал на баян в свой класс, то есть я вот сам начинал учиться. Чувствуете какую-то ответственность за то, что вот вы в попсовую, в такую размеренную, какую-то скучную жизнь входите с баяном? Ну, конечно, чувствуем. Во-первых, мы по образованию классические музыканты, мы все выпускники нашей консерватории, и в начале своего пути мы именно гастролировали как классические музыканты, играли классическую музыку. Но в связи с веяниями новыми, современными, когда народные инструменты, классические инструменты стали выходить на эстраду, и тем самым бороться и за публику, и вносить нечто новое, мы не остались в стороне, и пошли тоже в популярную музыку. Она не менее сложная, хотим сказать, как оказалось, потому что многие классические музыканты скептически относятся к популярной музыке, считая, что она слишком проста. Как оказалось, все не так просто и требует не меньших усилий, не меньшего труда, чтобы всего добиться. Ну, и мы популяризируем свой инструмент через популярную музыку. Ну, а отдача? Вот зритель что говорит? Спасибо, как? Ну, зритель, вот знаете, вот Женя сейчас сказал, что популяризация идет этому инструменту, то есть мы, допустим, где-нибудь выступаем, и ребята видят, что баян это не такой уж скучный, какой-то такой деревенский инструмент. То есть многие детишки, вот глядя на нас, как бы поступают в музыкальные школы. Благое дело делаете, да? Да, мы надеемся. Ну, вот чем занимаетесь вообще на сегодняшний день? Ближайшее мероприятие, которое состоится, это будет сегодняшний концерт. Ровно через неделю, 13 ноября, состоится концерт, юбилейный концерт концертного объединения. Ему в этом году исполняется 65 лет. Мы будем там участвовать. А сегодня? Что вот где и что, во сколько? Сегодня, вы знаете, я думал по поводу сегодняшнего концерта, и я думаю, что все знают, что существует такое внегласное правило о том, что каждый человек, который достиг определенного уровня человеческого, нравственного, должен жертвовать 10% своего дохода. К сожалению, на сегодняшний день мы такого уровня не достигли, но в свою защиту мы можем сказать о том, что мы достаточно часто выступаем на благотворительных вечерах, на благотворительных концертах, мероприятиях. И сегодняшний концерт не исключение. Все средства, собранные с продажи билетов, будут направлены в детский дом инвалида. Вот. Этот концерт будет, я думаю, очень интересным, потому что он совместный с нашим любимым ансамблем «Театро». Это потрясающий коллектив, потрясающие детки. Танцевальный коллектив. Давайте к самому интересному и самому главному музыкальный момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вам тоже спасибо